На этой неделе появились сообщения, что в Казахстане рассматривается возможность строительства летающих тарелок. Житель Петропавловска Даниил Артанеев получил государственный грант на доводку и постройку настоящего НЛО. Оно выглядит так, как его себе представляют большинство жителей Земли. Принципы работы летательного аппарата и чертежи засекречены, но, как обмолвился сам изобретатель, идею он взял не у инопланетян, а у индейцев майя, на периметрах которых неоднократно встречаются изображения летучих кораблей. Впрочем, господин Таниев вряд ли сможет получить патент на свою тарелку. На него есть другие претенденты, уверен Александр Огородников. Почти две трети всех технологий НЛО, что наблюдает человек, человеком же оказывается и созданы. Сверхтехнологии будущего, по которым созданы летающие тарелки, черпаются, как бы это странно ни звучало, из прошлого. По мнению исследователей, наша цивилизация уже как минимум четвертая на Земле, и наши вымершие предки обладали сверхзнаниями, в том числе и о том, как с легкостью преодолевать гравитацию. Первое, так сказать, упоминание, вернее, изображение неопознанных летающих объектов в виде наскального рисунка датируется около 40 тысяч лет назад. Исследователи говорят, что неопознанные летающие объекты довольно часто встречаются в древнейшей наскальной живописи. И вот тут мнения расходятся. Одни говорят, что все это инопланетяне, другие уверены, что НЛО – творение рук человеческих. Известны изображения древних майя с гаечными ключами, известны изображения танков или даже тракторов майя. То есть все это говорит о том, что задолго до нас действительно на Земле была очень развита цивилизация. К этому же перечню можно добавить странные лампы накаливания, которые обнаружили в храмах рядом с египетскими пирамидами. Мы знаем также модели в Древней Америке некоторых золотых самолетиков. Археологам действительно известно слишком много артефактов, которым с точки зрения современной науки объяснения найти нельзя. Например, следы ядерных взрывов на Ближнем Востоке, которые датируются возрастом 50 тысяч лет. Порой, впрочем, случаются и еще более интересные находки. В 1996 году русский искусственный спутник обнаружил в Антарктиде с виду практически неповрежденный космический корабль гигантских размеров, ранее скрывавшийся под слоем льда. Анализ окружающего льда позволил установить, что авария произошла 24 тысячи лет назад. По мнению исследователей, этот корабль был уничтожен, как и множество других, чтобы не достался потенциальному противнику, который мог бы завладеть супертехнологиями и, как следствие, супероружием. Причем эти опасения не напрасны. Довольно часто попадаются сообщения о том, что в различных точках Земли якобы терпели катастрофы неопознанных летающих объектов. В некоторых источниках даже приводятся данные о том, что их, этих объектов аварийных, начиная с 1947 года, упало аж штук 60 дней меньше. Как полагают исследователи, так часто падали не инопланетные корабли, а копии сверхдревних летательных аппаратов, которые наши современники пытались воспроизвести. Кое-что, впрочем, сделать удалось. Сверхдержавы уже давно, по отрывочным сведениям, пытались использовать эти сверхтехнологии и порой очень успешно. Летательные аппараты в виде дисколетов начали создавать еще на заре 20 века. Если говорить о первых попытках обратного инжиниринга, это так называются попытки разгадать артефакты, попавшие к нам в руки, в том числе и возможные обломки НЛО, то, как говорят, первый опыт был в Италии в 20-30-х годах, когда им якобы попалось на глаза нечто. Сохранились чертежи, сохранились фотографии, сохранились различные описания. Но на самом деле после войны союзники обнаружили довольно много документаций по самой разной технике. Ну, например, в качестве примера можно привести такой вот совершенно... Они разрабатывали, например, в Германии аппарат, который межконтинентальный бомбардировщик. Как бы то ни было, многие современные технологии действительно взялись как будто из ниоткуда. И в первую очередь это касается авиации и космонавтики. Очень много сведений говорит о том, что сотовые конструкции, которые сейчас получили широчайшее распространение в авиации и космонавтике, ну и чем дальше, тем в большей количестве технологических сфер, это результат того, что технологи, условно говоря, заглянули в конец учебника. А между тем, конец учебника очень, возможно, находится в самом начале человеческого пути. Знаменитый индийский текст Виманика Шастра, которому уже несколько тысяч лет повествуют о летательных аппаратах, очень похожих на НЛО и даже обладавших психотронным оружием. А в Южной Америке были найдены маленькие древние золотые самолётики, которые по своим аэродинамическим качествам ничуть не уступают современным истребителям. Все эти нафотки заставляют сотни людей пытаться докопаться до правды. Некоторым это удаётся, как, например, хакеру Гэри МакКиннону, который залез с компьютера Пентагона. Но эта смелость обошлась МакКиннону дорого. Его объявили самым опасным хакером всех времён. Я искал скрываемые технологии, так называемые технологии НЛО. Например, возможности получения бесплатной энергии, что очень важно в наше время для искоренения нищеты и нефтяных войн. Но всё это засекречено. Между тем, хакер МакКиннон далеко не единственный, кто пытался раскрыть общественности всю правду об НЛО. До него был ещё американский полковник Филипп Корса, который долгое время занимался НЛО, а после отставки решил обнародовать секретные данные. Из них следовало, что в руках сверхдержав действительно есть сверхтехнологии. По мнению исследователей, раньше ими занимались только крупные державы. Теперь только США и, возможно, Китай. Если это так, то однажды, к примеру, наши военные могут попасть в такую же неприятную ситуацию, в какую пока попадают лишь герои фантастических фильмов. Александр Городников, Александр Чижинов, Константин Степанов-Молодов, Денис Андреевский. Центр событий.